Молодцы! Молодцы! Слава, Андрей, Виталий, Никита, Кирилл, Юлия и Алена. Покорив Северный полюс, вернулись в Москву сильно уставшие, но кажется невероятно довольные. Жалобы только на отсутствие медведей. Я первый день шел вот так смотрел, я даже не смотрел, кто куда идет, а по торосам наблюдал. Думал, может медведь выйдет, но я не увидел и так уже шел вперед. Увидел голубые льдины, я не понял откуда они такие. То есть даже в фильмах на картинках не бывает такого. Синий, ярко-синий или даже голубой лед. Это непростые школьники. Для восьмой экспедиции к Северному полюсу выбирали только отличников. В конкурсе участвовали дети со всей страны. Было несколько отборочных этапов. Они писали эссе, сдавали тесты, были и спортивные состязания. В итоге из трехсот человек отобрали семерых. 11 апреля вместе с путешественниками Матвеем Шпарой, Борисом Смольным, а также в сопровождении министра образования Дмитрия Ливанова эта Дрим Тим высадилась в районе станции Борнео и навострила лыжи к самой северной точке планеты. Мы приехали, было минус 29. Потом температура повышалась, потом она опять понижалась. То есть погода меняется очень быстро в Арктике. Они передвигались на лыжах под рифующим льдином каждый день по 7-8 часов. Нужно было преодолеть 110 километров. Путешествие было нелегким. Сильный ветер, холод. Плюс к этому у каждого полярника за спиной сани, а в них рюкзаки с вещами и продовольствием. Скажи, пожалуйста, а сколько весит? А, ну, примерно около 40 килограмм. Ну, самое тяжелое, наверное, когда высокий торос, и нужно их за собой подталкивать, если он не хватает. Это как раз Алена Беляева пытается преодолеть ледяную преграду. Стой, 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 да ты не проталкиваешь. На шестые сутки GPS-навигатор показал добрались. Наутро уже собирались в флаги водружать и вертолет заказывать. Лед в Северной Ледовом океане постоянно дрейфуют. После того, как провели ночь на Северном полюсе, включили GPS, он показал, что мы в 12 километрах от Северного полюса. Еще день на лыжах, и вот он, полюс. Но сразу после этого началась снежная буря. В итоге полярники почти сутки ждали, когда их заберет вертолет. За это время кто-то успел прочитать Хемингуэя, а кто-то разучил вальс. Анастасия Литвинова, Дмитрий Смирнов, НТВ.